Всем привет! С вами Елена, и это канал Вот Был Мне! Вы планируете переезжать на ПМЖ в США, или же просто рассматриваете США как страну, куда хотите уехать подработать, и не знаете, какой штат и город для этого выбрать? Наша постоянная рубрика «Куда переезжать» поможет вам в этом разобраться. Сегодня я расскажу про штат Массачусетс, а также про Бостон, столицу штата, один из самых старейших и богатейших городов США. Итак, поехали! Вся территория США, кроме разделения на штаты, делится еще на 4 статистических региона – северо-восточный, южный, западный и средне-западный, которые, в свою очередь, делятся на 9 субрегионов. Штат Массачусетс относится к северо-восточным штатам и расположен в субрегионе Новая Англия, куда кроме него входят Вермонт, Коннектикут, Мэн, Нью-Гэмшир и Род-Айленд, о которых я обязательно расскажу в будущем. В Новой Англии располагались одни из самых первых европейских поселений. Перегримы из Англии впервые поселились на этих землях в далеком 1620 году, создав колонию Плимут. На сегодняшний день город Плимут территориально относится к штату Массачусетс, и в нем проживает около 60 тысяч человек. Город имеет важное историческое значение, и на его территории расположено множество музеев и памятных мест, таких как Плимутская бухта, куда впервые прибыл корабль Mayflower с первой группой европейских колонистов, и Плимутская скала, куда по преданию, сойдя с борта корабля, вступили первые поселенцы, и памятник отцам-основателям, посвященный памяти первых людей, основавших колонию и город. В регионе зарождались важнейшие для новой американской истории движения в области литературы, философии и образования. Кроме того, Новая Англия принимала активное участие и сыграла немаловажную роль в движении за отмену рабства. Также Массачусетс был одной из 13-ти американских колоний, где в конце XVIII века зародилось сопротивление против британского колониального правления, и в ходе многочисленных противостояний и войны весной 1776 года англичане были изгнаны из региона, а несколькими месяцами позже была подписана Декларация независимости. А через 10 лет Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым по счету штатом нового государства. На сегодняшний день весь регион является одним из важнейших мировых центров образования, высоких технологий и медицины. А Бостон – культурная и финансовая столица не только штата Массачусетс, но и всего региона. Именно в Массачусетсе расположены одни из самых лучших университетов в мире – Гарвард, MIT, Бостонский университет, а еще огромное количество колледжей, бизнес-школ и других образовательных учреждений. Естественно, лучшие университеты мира, расположенные в штате, просто не могут не оказывать положительное влияние на всю образовательную систему в целом. Они, так сказать, устанавливают планку, и хочешь не хочешь – на нее надо равняться. А по тому образованию в Массачусетсе я ставлю большой плюс. Штат находится в северных широтах США и граничит с Нью-Гемширом, Вермонтом, Родд-Айлендом, Коннектикутом и Нью-Йорком. Кстати, до города Нью-Йорк из Бостона можно добраться менее чем за 4 часа, преодолев расстояние в 350 км на автомобиле, автобусе или поезде. Умеренный влажный контилетальный климат четко разграничивает времена года. Лето здесь приятное и теплое, а зима снежная и холодная. Тут нет адской жары, которая способна поджарить вас до косточек, как в Техасе, Неваде или Аризоне. Нет такой сильной влажности, как во Флориде, и конечно же зима тут гораздо более мягкая, чем на Аляске. Так что климат этого штата тоже получает плюс. Население составляет около 700 тысяч человек, а сам город почти в 4 раза меньше Киева и в 10 раз меньше Москвы. Преобладающее большинство – белое, которых тут почти 50%, около 25% – черное, 17% – латиноамериканцев и примерно 10% – азиаты. Среди крупнейших общин – армянское, ведь по статистике почти 8% населения города – армяне. В городе даже имеется парк армянского наследия, армянская церковь и даже школы. Другими крупными общинами являются вьетнамская, индийская и карибская. Бостон – город молодежи. Благодаря большому количеству университетов, медицинских и научно-исследовательских центров сюда истекаются молодые, умные и талантливые люди не только со всей Америки, но и со всего мира. Средний показатель благосостояния населения тут значительно превышает среднее значение по стране, а потому город довольно спокойный, благополучный и безопасный. Работы, как и в других больших городах, много, а для высококвалифицированных специалистов из области науки, технологий и медицины город готов предложить чуть ли не лучшие условия по стране. Однако стоит понимать, что предпочтение в выборе специалистов всегда на стороне владельцев диплома местного образца или как минимум людей, имеющих ранее опыт работы на территории США. Минимальная почасовая оплата труда в штате составляет целых 12 долларов 75 центов, что является одним из самых лучших показателей по стране. А в Бостоне, столице штата, эта сумма может быть еще на несколько долларов выше. Но, естественно, высокий уровень жизни и доходов населения означает и высокие цены на покупку и аренду недвижимости, а также жизни в целом. Конечно, до Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Вашингтона и Нью-Йорка еще далеко, но относительно других крупных и развитых городов, цены в Бостоне все-таки высокие. К примеру, средняя цена на 1-bedroom apartment составляет 1500 долларов на окраине или спальном районе и 1900 долларов в центре. Но, конечно, как я уже говорила неоднократно, цена может значительно отличаться не только от расположения, но и от уровня комфорта, и даже от срока аренды и вашей кредитной истории. Благодаря своей безопасности и развитой инфраструктуре город считается одним из лучших городов для жизни, как молодых семей с детьми, так и для пожилых граждан. В пятницу и субботу в самом центре города перекрываются две улицы, и на их месте вырастает огромный рынок под открытым небом. Выглядит это довольно контрастно. Продуктовые фермерские палатки и ларьки прямо под носом деловых небоскребов. Кроме незабываемой приятной атмосферы, цены значительно ниже, чем в супермаркетах, а потому многие люди закупаются именно здесь, причем основательно на целую неделю. Бостон намывается Массачусетским заливом Атлантического океана, что является еще одним немаловажным плюсом в копилочку этого города, на мой взгляд. В городе есть и деловой район с красивыми высотками, и исторический культурный центр, где зданий в классическом колониальном стиле трудно оторвать взгляд, и уютные и безопасные спальные районы, где жизнь протекает тихо и размеренно, в отличие от центра, где жизнь кипит, а за ритмом большого города только и успевай. Честно говоря, до того, как начать составлять план нового видео, выбрав Массачусетск, мы мало что знали об этом штате. Скорее, знания ограничивались университетом MIT, Гарвардом, компанией Boston Dynamics, а также тем, что часть событий одного из самых интересных сериалов, за гранью, также разворачивались в Бостоне. Но перелистав сотни сайтов и статей, проведя собственное исследование и проанализировал всю информацию, оказалось, что этот город, как и весь штат, очень хорош, и плюсов здесь гораздо больше, чем минусов. И хотя говорят, что учиться никогда не поздно, я все же думаю, что наша студенческая жизнь уже позади, но кто знает, может наши дети когда-нибудь станут частью истории Гарвардского университета. На сегодня все, надеюсь, вам понравилось. Конечно, решать переезжать в Массачусетс или нет, стоит лишь после более детального и глубокого самостоятельного анализа, я лишь даю, пишу ли размышлений. Друзья, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в других видео, и главное, про какие штаты смотреть вам будет интереснее всего. Если информация была полезная и познавательная, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok